К другим темам. Физическое лицо может стать банкротом. Летом в России вступит в силу закон о признании граждан, неспособных выплатить кредит, несостоятельными. Согласно документу, избавиться от долгов смогут более 400 тысяч человек. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Уклонистам от армии запретят занимать должности прокуроров, судей и министров. Об этом заявил один из членов Совета Федерации. Такой закон в скором времени будет принят российскими парламентариями. На сегодняшний день в стране действует запрет на занятие должностей госслужащих для тех, кто не служил в вооруженных силах. Теперь законотворцы хотят пойти дальше и не принимать уклонистов на работу в прокуратуру, суд и министерство. Таким образом, инициаторы поправок хотят привлечь большее количество молодых людей к службе в армии. С 1 сентября 2015 года появятся электронные версии всех учебников. Доступ к ним должен быть обеспечен в каждой российской школе. По словам представителей Минобранауки, это не означает, что учить теперь должны будут исключительно по электронным учебникам. Бумажные версии никто не отменит. Эти меры приняты для того, чтобы включить каждое учебное пособие в федеральный перечень. Наличие электронной версии учебника никак не скажется на стоимости пособия. Разрешат эвакуацию только тех автомобилей, которые действительно мешают другим участникам дорожного движения. Подобные поправки в закон рассмотрят во втором чтении депутаты Госдумы. Авторы инициативы считают, что машины можно эвакуировать, когда они стоят вторым или третьим рядом, припаркованы на остановках, тротуарах или на зебре. А вот увозить автомобили, не создающие помех для движения, даже если они стоят на запрещающей разметке или под запрещающим знаком, по новым поправкам будет нельзя. Избавиться от долгов смогут более 400 тысяч россиян. С 1 июля 2015 года в России вступит в силу закон о банкротстве физических лиц. Простят долги тем, кто более полугода не может выплатить сумму от 500 тысяч. Для списания долгов гражданам нужно будет обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Если у должника есть источник дохода, долг будет реструктуризирован. Если возможности выплатить нет, то начнется реализация имущества. Но забирать единственное жилье, предметы обстановки и личные вещи, согласно Конституции, нельзя. После того, как должника объявят банкротом, все долги с него спишут. Но гражданин не сможет в течение пяти лет брать новые кредиты и три года управлять юридическим лицом.